всем привет дорогие друзья всем привет дорогие друзья наконец-таки мы приехали в аэропорт шереметьево у нас вылет из терминала b сегодня вместе с вами посмотрим как изменился у нас аэропорт первый раз мы здесь после самоизоляции после карантина сейчас посмотрим как здесь соблюдается масочный режим вообще сколько времени мы потратим на прохождение всяких проходов разнообразных в общем не самое интересное уже очень не стой сейчас подожди масса масочки сейчас оденем он туда пойдем сейчас очень все с вами вместе проекты проэкспектируем посмотрим как изменился аэропорт но сейчас нужно надеть маски и перчатки в терминале бы я не была уже сто лет здесь знаете как-то приходишь непонятно куда здесь нужно куда-то подниматься потому что мы обычно у нас е ф а как же здесь чемоданом подниматься ну давай ваня вперед ваня со своим любимым этим рюкзаком с кошечкой чтобы не потеряться да одни какие-то сплошные трубы это папа правильно сказал через какую-то стоянку что ли мы проходим к терминалу бы он нас выгрузил в общем сейчас будем бродить здесь да точно здесь какая-то многоярусная парковка и все вот какие-то такие указатели терминал бы вперед нет прямого входа в аэропорт а а тут этих терминалов все строят и строят но самое главное есть большие указатели так что понятно куда вот уже какая-то первая проверка сейчас посмотрим так ну что первая проверка пройдена померили температуру бесконтактным способом градусником единственное что эту дистанцию никто не держит полтора метра что а здесь тройка ваня говори сюда громче что мне немножко задели меня тебя задели градусником ну так ведь ваню градусником задели пока что людей немного сейчас посмотрим я знаю что на наш рейс все билеты проданы я думала что мы будем очень долго все это проходить поэтому выехали мы ну в принципе нормально мы приехали сюда во сколько ваня 6 7 7 6 мы выехали в 7 вылет у нас в девять за два часа как положено мы приехали может быть даже сейчас еще в бизнес-зал попадем если он открыт смотрите какое здесь строительство ломалась это не все а 6 31 ну отлично начну с тобой еще два с половиной часа до вылет что нет вон он терминал слева бы а в терминал бы спокойненько подъезжают автобусы такси а если вы едете на машине на своей то с другой стороны вот видите мы подъезжали поэтому прошли дни через основной вход вот оно в чем дело дедушка да нам папа-то он знает говорил что здесь видите подъезжают только таксисты с автобусами а там где мы заходили там как раз таки те кто на своей машине приезжает приходит здесь такое огромное пространство что я здесь по-моему не было что ли а прямо смотрите какой огромный терминал а не весь предвкушение дедушка ему что-то говорю вань подожди пойдем посмотрим у нас вылет наш с какой стойки идет но это зарегистрированы но нужно где-то сдать багаж сейчас найти где место я прям что-то даже аж растерялась но кафешки вот смотрите работают только стоячие места я смотрю стоя можно кофе попить а вот сиденья все загорожены нельзя так вань рейс 1620 иди смотри на табло стойки номера стоек смотрите какая красота санкт-петербург 1620 красиво очень это это наверное эти это схема аэропорта стали ну да терминалы вещь как разнообразные где что так очень быстро нашли мы нашу стойку как видите сейчас у нас половина седьмого утра людей пока что не так много температуру померили один раз при входе о дезинфекция багажа и продается масочки сейчас пойдем посмотреть масочки стоит здесь в аэропорту можно купить маски но ты он такой вещь респиратор с этим продается 400 рублей на это как такой как строительный мне кажется не у меня у тебя такой же мань 323 написано там много стоек 323 можно на у нас вообще нам чисто багаж сдать вон багаж drop-off вот 323 как раз 324 325 а там сейчас на посадку опять вот температуру мерить на данном издали но сейчас опять нужно идти паспортный контроль проходить вот такая вот здесь не очень большая очередь температура уходит постоянно сотрудникам измеряет слава богу быстро все очень быстро прошли людей было немного выходы на посадку здесь и бизнес зала так что мы сейчас успеем разумеется мы сегодня дома ничего не или в 5 утра встали 6 выехали поэтому сейчас пойдем бизнес-зал зайдем и людей вообще немного те жарко было а сейчас отлично сейчас не жарко ух то есть воде смотрите скидки написано 3 на 2 так но мы не будем по магазинам нигде ходить так смотрите ресторанчики вот здесь которые были работают только там вот маленькие сколько 651 в общем у нас сюда посадки это 7 полтора часа у нас до посадки не рада часы полтора часа но вот здесь уже мы когда прошли все уже людей гораздо больше как видите маски здесь тоже все носят по-разному но мы с вами добросовестно идем и в перчатках ну я ваня получше отдала маску моя попроще маску так давай не си вот так о бизнес-зал рублев сейчас пойдем узнаем тут наши карты так ну что здесь как всегда кофеек кофеек конечно же мы любим чеек сейчас ваня тебе чайок 2 сейчас где-то а ну давай вот здесь сядем будем ходить далеко или здесь сядем а подожди на здесь люди ходят пойдем посмотрим может это обособленное есть что-то сейчас что-то поедим колбаска сырок газировку нет нет чай газировку нет алкогольные напитки тоже здесь какой алкоголь с утра не охота ой вон там какие хорошие места возле окошка сейчас покажу вам кашка наверное есть блинчики есть спрайт нет делом перед тем как поесть конечно же нужно помыть руки здесь просто я вам хочу показать смотрите какой интересный умывальник я даже не сразу поняла что это умывальник говорю ваня где же умывальник то здесь так ты получше 1 войне помой ну а вот здесь сама не знаю так а вон на себя кстати водичка тепленькая я как всегда кофейная душа латы счастье или что вань с маской будешь кушать и маска забудет ваня довольны но кстати помимо ваня и детки еще тоже есть тут в том числе есть соки тоже разные но в общем здесь хороший ассортимент в этом зале отличный так я не поняла на все кофе мне уже готов так ну вот это я все же булки разные не ем булки разные не ем сейчас пойду посмотрю что-то из горячего тут есть а вишневый компот что невкусные но если хочешь там этот яблочный сок возьми подзаряди пока технику можно удобно ведь подзарядить так ну пойдемте горячий посмотрим люди что есть блины булгур омлет ваясь с омлет возьму сосиски здесь азиатические хлебцы о каша есть пшеная отлично чего тебе хватает мне хватает это мы еще на моем телефоне понятно я хочу знать что показать каша пшу такая какая-то это жиденькая и кстати выдают все только сотрудники этого зала сам ты подойти взять ничего не можешь только тебе лично они кладут как сейчас будет во всех отелях и ложечки видите как в индивидуальной упаковке что войны что раньше было все нормально а сейчас что сейчас но сотрудники выдают но правильно чтобы никто своими руками не лезла ману не свои не оставлял пробуем у тебя ванька вещь одни булки ну ладно а ведь и здесь как бы вот из этих двух можно даже с собой принципе взять бутерброд мало ли там во сколько ты приедешь когда ты следующий раз будешь кушать водичка есть все в свободном доступе вообще здесь такой дизайн дизайн очень даже ничего я бы сказала так ладно кашу пробуем 4 не такой не презентабельный вид каша с сахаром оказалась представляете я с сахаром вообще ничего не каши с сахаром и с маслом с большим количеством масла кстати лицо сейчас красное здесь наверху красные светильники зеленые светильники сейчас покажу смотрите большие такие огромные светильники они разных цветов переливаются есть зеленые потом от красный цвет синий цвет разный желтый цвет вань ты такое ощущение что уже полгода нее прям из и с утра и аппетит есть самое главное написано здесь обязательно используйте предметы индивидуальной защиты как лет их использовать если мы едим ну давай не в маске конечно есть не будешь однозначно значит каши мне не понравилось она с сахаром и с большим количеством масла ну может быть ну как на любителя кому-то может понравится я пошла себе взяла омлет и редиску мама все в этом утере хорошо кроме одного что булка вот этого слишком мягкая бог слишком мягко ты уж не привередничай булка нормально здесь хлопья кстати есть вот кому на завтрак то привык хлопья есть 6 часов утра мне кажется отлично просто имею ввиду что 17 часов нет нет а я хочу сказать знаете я ожидала худшего всю ночь сегодня не спала поспала на на часа два максимально потому что у меня как-то вчера знаете как я уже настроилась думаю все все нормально вчера почитала комментарии к видео кстати я закрыла доступная на час откроем потому что там номер брони был на самолет и я не увидела что я его опубликовала мне хорошо что зрители подсказали спасибо большое и я закрыла доступ чтобы изменить видео только доступ посылки вот и так как мне вчера в общем там все пишут здорово здорово большинство людей ну а есть конечно те люди того что вы с головой не думаете а иди иди надеюсь водохлёб я и так сомневалась как бы я очень-очень долго сомневалась но поймите правильно я думаю что сейчас все таки да людей мало в общем я вам показала да людей мало идти на курортах тоже пока что все и мало а что изменится через две недели через месячные ничего вирус это не гулять деньги просто людей будет больше и тут вообще вопрос стоит вообще в этом году ехать или не ехать но я думаю что сейчас пока людей не так много все таки мы рискнули но не знаю чем закончится наша поездка но очень хочется море даже если море будет холодное в любом случае там очень полезный климат в крыму и ваня у меня он аллергик вот для него это вообще очень хорошо я даже посмотрю вам понравится может быть мы билеты поменяем и останемся по дому цель на собой наушники гарнитуру они почему-то отключились не знаю в чем дело хотела вам чтобы более слышно было лучше слышно там есть конфетки барбариски ты потом можешь взять и пососать в самолете какая красота самолеты видно здесь двухэтажный зал а у нас аэрофлот вот она наша база база наших самолетик здесь есть еще второй этаж можно втором тоже посидеть куда мы с вами идем ну вот люди покажу вам людей у нас аэрофлот в общем людей достаточно вот здесь есть смотри пойдем сюда ляжем будем с тобой смотреть на самолеты круто и здесь тоже можно водичку попить напиток части какой-нибудь возьмите давай но 7 у нас 832 не так вот туда ложись я сюда лягу или куда хочешь и вот так смотрите с таким видом сейчас подержать но я пойду туда себе еще кофейку возьмем все красоты удобно так у меня на зарядку поставить телефон и не пойму где розетка а сзади да спасибо а у нас спереди а и спереди отлично ваня тут сидеть хозяин пойдешь еще все что ему пить брать но пойдем маска оставлять оставляем маску баня почувствовал себя в своей стихии там розетки тоже здесь наверно здесь только вещь только водичка вы если ты хочешь ты можешь сбегать а хотя здесь не на сотрудник вон соки наливают а третью зал какой а у то есть еще но это видимо за день ты что ли здесь смотрю прайс но можно чай налью давайте чай налью чай будешь я си кофейку все сделаю все счастье есть его не может не быть давай довольны скачет слушайте взялась и какао с сахаром же уже давно уже ничего не пила прям такое ощущение что один вольный сахар ваня у тебя шоколад такой же сладкий но вкусно вкусно но очень-очень сладко в общем вот с таким вот комфортом можно полежать побалдеть на самолеты посмотреть почему что я хочу сказать пока что по моим наблюдениям ну а зачем нам лампать и темно рейс у нас утренний возможно поэтому людей пока что в аэропорту немного рейсов я вам посмотрела очень много рейсов я вам показала очень много в общем все соблюдают меры предосторожности но вот здесь бизнес-зале как бы так как люди едят то соответственно они снимают маски вот так вот в самом аэропорту все будет с масками да и все ходят в перчатку значит температуру пока что на данный момент у нас померили один раз при входе потом мы прошли контроль кстати вот обычно этот контроль не проходят когда летишь к нам в россию ну вот я не помню чтобы мы такой контроль проходили паспортный еще раз дополнительно обычная регистрация и дальше проходишь а когда вот за границу летишь там да а здесь еще дополнительно вот мы проходили через опять таки вот эти вот все сканеры но быстро все оперативно быстро очень много всяких окон открыто нормально как красиво смотрится мама с дочкой летят в одинаковой одежде ну то есть из одного материала пошитая одежда пиджак и у девочки костюм в таком плане очень хорошо смотрится так но мы все с вами идем к нашей стойке очень хорошо посидели спокойно все покидаем мы это чудесное место место действительно чудесное лучший бизнес-зал который я видела потому что он очень большой и с хорошим ассортиментом всего так опять надели маски надели перчатки сейчас нашу стоечку регистрации пойдем найдем дать и опять кафе и у всех в эти столики стоячие места компьютер и людей заметно прибавилось того момента как мы с вами приехали сюда сто девятый войн кто про детей мне писал какая я мать ужасно вот смотрите ребенок растает вот ребенок 2 стоит мой третий там для того очереди стоит это посадка на рейс видите мужчина идет с термометром бесконтактным руках то есть сейчас опять перед перед полетом видите будет мерить он у нас температуру температуру по нам быстро сейчас измерили куда-то мы спускаемся я думала у нас рукав будет на на рукава не будет что ли посмотрим а нет рукав есть просто он находится чуть ниже сейчас посмотрим какого цвета самолет вот видите ребеночек серебряный на у нас серебряный с классом идем дальше вот они наши места здесь самолет небольшой всего два ряда свиньего не подожди да я с первая с пройдем я первая пройдут и рюкзак снимай свой мы сейчас его под переднее сиденье положим вот самолет сейчас было так забавно когда мы заходили мы с вами в перчатках а перед входом вот сюда уже прям непосредственно самолет что войны да ничего страшного конечно и побрызгали на руки но кто идет без перчаток видимо нам на перчатки с вами по образу положено брызгать значит брызгать на перчатки не на перчатки неважно путь ваня ищет как вы думаете что ищет ваня ваня ищет свой планшет у него вот вот этот вот рюкзак мне кажется все таки он наверно не очень удобно да и сейчас я помогу что детей очень много едет очень много семей с детьми с маленькими мы с вами летим мы с вами летим он летит с планшетом со своим лучше сыграть какие-то игры а я взяла его вот такую книжку электронную но мы взяли ее ваня ваня мне будет там читать мы всегда загрузили очень много разных книг ваня у меня ведь подсказывает вот эти книга для книги для вани и пустинова для меня и вот такие вот вани скачали пушкин толстой успенский и носов приключения незнайки а самый большой плюс этой книги знаете в чем я покажу вам свой планшет планшет у вани небольшой вот книга это занимает но не половину чуть меньше вот этого вот планшета то есть она небольшая и очень компактная и очень удобно и и ввести с собой все начинаем уже на нашу взлетную полосу выруливать сейчас самолетик так взлетел красиво смотрите как вот терминал c красивый с такими этими центровыми видами вот она смотрите какая взлетная полоса аж черная взлетов вот такая дорожка проторенная небо тысячи глаз сверху смотрит на нас только небо в небо никого не предал никого не предал снег ли с неба летит льет ли с неба вода только небо с тобой только небо с тобой лишь оно навсегда облаков острова облаков паруса облаков паруса там все наши слова там друзей голоса ни любви ни беды ничего не тая но и напротив всегда это небо и я смотрите принесли я даже не ожидала что нас будут кормить потому что лететь совсем немножко но тем не менее принесли какой-то набор еды очень значит аэроплот я слышала что сейчас если менее 3 часов спасибо это вода? а чай у тебя ага спасибо Ваня аккуратно давай поставим это я взяла чтобы тебе разбавить сразу водичку вот такой вот большой бутерброд с йогуртом бутерброд йогурт и шоколадка которую нужно обязательно уронить причем шоколад горький вот ей---- полезен шоколадка као к-ку-ку-ку есть будешь что есть аппетит? да тут нет вине аппетита есть у меня аппетита нет я тебе этот этот вот оставлю потом может в номере съешь потому что я сейчас уже поела полки есть не хочу распавила должно быть не горячий нормально? И есть спиртовая салфетка, чтобы руки протереть. Давай-ка ты сперва руки протри. Но у меня, кстати, в сумке этих спиртовых салфеток тоже очень-очень много. В общем, вот так вот, дорогие друзья, взлетели. Такие у нас были приключения в аэропорту Шереметьево. В общем, все вам показала, все рассказала. Внешняя ситуация выглядит очень даже прилично. На этом наш этот влог заканчивается. И увидимся с вами совсем скоро, уже, я надеюсь, в аэропорту Симферополя. Пока-пока. Увидимся вновь. Уши закладывай. Субтитры создавал DimaTorzok